Мы должны копать глубже, ведь все тайны еще только впереди. Get ready, Sam's Shelf ready, добро пожаловать. Слендерина The Cellar игра по мотивам, друзья мои, наших ночных кошмаров. В предыдущей игре по Слендерине я просто что играл и проходил Слендерина The House. В этот раз я спущусь к ней в подвал. Вы, наверное, помните, что я это уже делал. Но, собственно, привет. Привет, ты моя прикольная. А, тише, 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 говорю, говорю, говорю же, тише, тише, говорю, говорю же, тише. Так вот, мы отпустились в подвал на первую карту, как вы и могли понять. Собрали уже одну книжку, которую даже не заметили, но, в принципе, иногда так бывает. Окей, тем не менее, как-то быстро я вроде обошел ту местность, но вряд ли я что-то там не упустил. Тем не менее, мы здесь ничего не видим и нас здесь тоже никто не видит. Окей, предыдущий раз мы обследовали тайну и узнали то, что на самом деле та бабулька, которая плакала на кровати Слендерина и Слендермен, это, оказывается, оказываются родственники, даже семья, наверное, какая-то. Окей, на самом деле это неплохо для репортеров будет звучать, но, в принципе, нам-то оно и надо. Надо, чтобы репортеры радовались. А мы не пугались, да, мы не пугаемся. Зачем пугаться, если можно собирать княженцы, княженцы и разгадывать тайны Слендерины дальше, разгадывать и ходить по ее местности, по ее точке, так сказать, за которую мы должны косарь были отдать. Хотя отдают косарь обычно не за это, если вы правильно знаете и понимаете. Окей, мы использовали один ключ, потому что наверняка тут один ключ ко всему, ко всем ответам, ко всем вопросам тоже он подходит. И, окей, Слендерина решила, во-первых, побыть паровозиком, во-вторых, побыть Томасом и Сизам, откройся. Ммм, ключик, неплохо, неплохо. Также факт того, что можно тут было бы спрятаться, но навряд ли это нам нужно, тем более против Слендерины. Слендерина, она не такая, она просто что бежит и телепортируется. Отлично я сказал, конечно, но все-таки ключик подобрал. Ключик подобрал и иду дальше спешиться, спешиться. И, может быть, вам рассказать какую-нибудь историю. Почему бы и нет? О, кровюшка, кровушка моя во мне. А это не моя кровушка, потому что не во мне. Слендерина это поняла, а я использовала один ключ. Ключ один это хорошо, а два еще лучше. А было это когда-то... Вау, это что за вертолет? Ой, моя башка. О, господи Иисусе. Что это вообще такое? Что это было? Что это за существо с маской Слендерины? Окей, давай-ка не будем на этом зацикливаться. Будем зацикливаться на чем-то более конкретном, важном и утвердительном. Например, о книжке. Книжке четвертая из восьми, которая нам нужна. Половина собрана. А это значит то, что мы не будем бегать вокруг да около, а будем... А, кстати, мы будем это делать, потому что иначе ничего не делать. Кстати, хорошая комнатка. Почему? Потому что здесь есть ведро, потому что здесь есть книжечка. Вообще, кстати, мне интересно, что мы собираем за книги. Может, какие-то санитские ритуалистические книжки. Ой, ты моя прелесть. Золотая буквально. В прямом и переносном смысле. Окей. Так, ведра, 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 ведра. Вообще, ведра это очень прикольная тема. Они очень подходят под описание предмета, которые многофункциональны. Ведь ведро, если обратиться к Википедии, инструмент для набора различных жидкостей. Но не только. Опять-таки, это его основная функция. Но не основной функцией вообще было бы. Кстати, это его возможность как минимум надеть на голову и использовать в качестве защиты. Да, это отличное средство. На самом деле, спросите у ведроголового из растений против зомби. Он, как говорится, шарит. А вообще, на самом деле, на его месте я бы тупо не парился бы и одел бы пластиковое ведро. Потому что эти магнитогрибы, они, ну знаете, иногда забирают ведра, бычат и булят. Потому что сами хотят взять и набрать воды с колодца. Но у них это не получается. И они просто тупо берут и отбирают. Да, продают. И закупаются водой. Тем не менее, мне кажется, что я хожу кругами. Но окей, давай попробуем методом Буравчика, который вообще-то не для этого предназначен. Он предназначен там, по-моему, что-то с электричеством связанное. Но всё-таки давай-ка попробуем им воспользоваться. И сейчас он, кстати, мне помог идти по левой стороне для меня. И так, 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 что мы здесь имеем. Книжечку. Отличненько, хорошенько и шикарненько. Так, the next, the next one. Понятно. Понятно. Очень информативно я только что выразился. Но окей, я так помню, что я был сначала в левой двери. Да, я был в левой двери. И наверняка, что... Слушай, точно был в левой двери. А точно не в правой сначала. Просто наверняка я пропустил что-то в самом начале. В начале моего короткосрочного пути. Так. Тырьям, тырья, тырьям, 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 тырьям. Окей. Да, походу, что я пропустил. Давай-ка пойдём в первый проход. Вот, наверняка в первом проходе что-то у нас будет. И как говорил физрук или трудовик, это тебе не проход, это отверстие. А дырка у тебя в одном месте. Да, да, да. Я тут не был. Тут я не был. Тут наверняка меня ждёт успех. На белых крыльях ночи. Окей. На меня ты не кричи. Я найду тебе в ночи позолоченные ключи. Только... Аааа. Только на меня ты не кричи. На тебя не наложу порчи. Только дай мне книжечки. Окей. Так, получили, получили книжечку в обмен на ключик. Отличный обмен. Мне кажется, то, что самое то, учитывая тот факт, что ключик золотой, а книга старая. Какая-то, блин, странная слендерина. Окей. Так, давай-ка мы спрячемся в шкаф от неё, потому что от неё упрёку нету. Ааа. Ааа. Удавна, удавна. Она тут уже пряталась. Вообще, кстати, прикольно получилось так-то. Я не заметил целого человека в шкафу. А призрака тем более. Так. Вообще, кстати, кто такая слендерина? Призрак или... Ну да, она, походу, призрак. Аааа. Говорит она мне. И, наверное, она, точнее, хотела сказать мне это, но я перебил её своим. А. Так вот. А это первая буква в алфавите, как всем известно. После неё идёт Б. На Б начинается много хороших вещей. Например, беги, что есть мачек выхода! Вот. Б. Бук в английском языке тоже на Б. Б. Блин. Я потерялся. Вот. Это следующая буква алфавита В. Она похожа на Б в английском алфавите, но всё-таки немножко не та. А вот то, что... То это выход. Выход отсюда фигам собачьим. Чё-то плохо слендерине. Вот её... Ааа. Потому что её засосали в закулисье. Но что будет, как говорится, с ней, это уже не важно. Это уже не наши проблемы. Ведь мы, друзья мои, смогли пройти первый подвал с ландериной. И давайте же посмотрим другие подвалы. Я думаю, что почему бы и нет. Опять-таки, давай-ка попробуем на харде. Я уже не помню, какой я режим выбирал, но почему бы не посмотреть всё на харде. Так, мы получаем ключик и без промедлений бежим по этим коридорам. Двери, двери, коридоры. Дорс бежит к нам скоро-скоро. И мы использовали ключик, получили книгу, огурчик. Так, как свежимы. Как свежимы. Так, вообще огурчики – это очень вкусная, приятная тема. Очень полезная, питательная. Так, что там ничего. В буквальном смысле, как говорил один очень приятный человек, молодой. Пожалуй, в этом отеле есть всё. Ну, разве что единственное из минусов – здесь нет потолка. А есть ключик, который мы возместили, который мы возместили все ущербы. Окей. Тем не менее, пока моя голова варит. И пока я, как огурчик, я бегу по этим коридорам. Трачу ключи и делаю так, чтобы сказал я, что на меня ты не кричи. Прикольный автопортрет Сандоринин. И прикольная книжечка, которую мы раздобыли. Вау! Вообще, кстати, если вы помните, я проходил, когда ещё давным-давно, когда я даже ещё не озвучивал свои видео, я проходил на 100% проходил Сандорину, основную часть, самую первую. Посмотрите там старых видео. Я тогда хотел делать формат таких старых видео. Ну, в плане, что, ну, помните, ещё у Виндяя просто тупо оставлял текст на превьюшке и всё. И было дело, было дело даже вот такое даже у меня, да, вот. Меня тоже недавно ложили в стационар какой-то. И там на меня из мусульки вылезала какая-то чёртова рука и пыталась что-то со мной сделать. Но я противился. И я проходил уже подобное. Я просто тупо возьму ключик и буду даже трогать эту вторую дверь. Окей, тем не менее. Сегодня пока-пока-пока мы говорим Сандорини и пока-пока-пока что мы смотрим книжечку. Книжечку. Почему бы, собственно, и не посмотреть на эту книжечку. Вообще, кстати, насколько я понимаю, это Сандоринины дневники или что-то такое. Возможно. Возможно, нет. А возможно, это просто замена текстурок. Текстурок листков, как говорится. Вот Слендермен и Слендерина. В чём разница? Да дело в том, что Слендерина покруче будет. Ведь у неё целые книги. А у этого Слендермена только листочки какие-то. Вот, кстати, разраб такой интересный человек. И да. Мы половину уже прошли. И мы забыли ровно половину необходимых книжечек. Их даже больше. А ты смотри. Хорошо, что посмотрел на компьютер. И понял то, что в нём Аисус, Ксенон и Ксион. А также Аксион и Аксиома. Окей. Дело в том, что я хотел бы пойти сюда. Пойти сюда, ведь это по правилу Буракчика. Поэтому, если вы не поняли, я ещё действую и почему-то отворачиваюсь от этой Слендерины, думая, что она пугает. На самом деле, если не думать о ней, то она и не будет тебя пугать. Попробовать стоит такой лайфхак. Я категорически советую. Потому что ничего это вам не стоит. Если он не сработает, то она сработает вас. Тем не менее, мы не будем ожидать нашей участи, нашей смерти. Мы просто будем продолжать бежать. Продолжать бежать. Ключами дверь мы открывать. Шкафы не запирать. А просто дверь распахивать. И я на самом деле вообще-то не понял. Я, по-моему, всё осмотрел. Но мне не хватает ещё двух книжечек. И хватает ещё одного ключика. Навряд ли я вспомнил об этой вот двери, которая была в развилке. Так, давай-ка мы быстрее будем обращать внимание на всё, что нам даётся. Вообще прикольный, кстати, прикольный вот этот подвал. Хотя он скорее просто похож на какой-то морг. Селлер, если правильно переводится, ну, подвал. Да. Так вот. Мы продолжаем идти дальше. Идти дальше. И, кстати, насчёт вообще этой игры. Большое спасибо вам за просмотр, в принципе, пока что. И за просмотр предыдущей серии по Слендерине. Ведь мне понравилось то, что вам понравилось. Потому что иначе, я говорю, я не делаю иначе. Как минимум стараюсь. Как минимум я это говорю. И как минимум я не нахожу. Ещё одну книжку, которую, возможно, Слендерина запрятала за дверями. Дверями, которые я открывал. Так просто не понял. Вот это я не понял. Возможно, книжечка, книжечка тут. А ты смотри, её тут нету. Окей. Давай-ка, давай-ка посмотрим. Блин, да что ж такое? Нету нигде. Это книги. Зато вот диплесняк, диплесняковая музычка есть. Блин. Вот это, кстати, плохо. Где я могу пустить книгу? Может, тут за дверями? Ну, наверняка. Наверняка. Потому что иначе я просто вариантов не вижу. Вариантов у меня просто тупо нету. В противном случае я что могу сделать? Ничего я не могу сделать. Не смогу я ничего сделать в противном случае. Окей. Давай-ка мы ещё раз посмотрим. Мне это, в принципе, ничего не стоит. Как проверять тот же самый лайфхак, который я проверил. И пока что иду, в принципе, удачно. И вы спросите, о каком я лайфхаке спрашиваю. О лайфхаке с открывающейся бутылкой. Ну, знаете, дело в том, что если взять свой тапок, как-то его выкаблучно поставить, то получится кефир. А если это так не делается, то получится масло. Масло-бойка. Масло-бойка. Так, так. Что-то я не понял. А где ещё одна книжечка? Ты смотри, Сандарин. Какая хитрая. Хитрая, прихитрая. Как лиса Фокси. Хотя Фокси пират. И, в принципе, да. Так, что мы здесь не посмотрели? Я даже не знаю. Вообще-то, кстати, этот подвал, если его так называет игра, я так тоже буду называть. Как-то он попроще выглядит, как минимум, и играется, как мне попроще. И да, я пропустил книгу, поэтому я должен бежать отсюда с позором, но я бегу отсюда с успехом, ведь я всё-таки наплюю на тот факт, кем меня посчитают. Я просто тупо вытащу свою шкуру отсюда. И до свидания, скажу я, ведь я вежливый. И, Сандарина, я узнаю твои секреты. Да. Пока. Тебе удалось собрать все пропавшие книги. И на этом я буду заканчивать. Большое спасибо тебе за просмотр, зритель. Надеюсь, тебе понравилась эта игра. Если так, ты знаешь, что делать. До скорой встречи. Пока.